Птичьего молока Другое дело, что оно мало напоминает привычное нам коровье молоко, которое стоит у нас в холодильнике. В консистенции оно похоже скорее на творог. Им птицы выкармливают своих детенышей. Считается, что такое молоко – большая редкость, поэтому его стоимость непомерно высокая. Но в древности об этом не знали. Если верить легендам, именно таким молоком райские птицы выкармливали своих птенцов. Для того, чтобы избавиться от надоедливых воздыхателей, девушки посылали их на поиски этого необычного продукта. Те отправлялись в дикую пустыню, где в одиночестве умирали от жажды. Между тем считалось, что тот, кто попробует этот редчайший напиток, станет абсолютно неуязвимым как для оружия, так и для любых болезней. С тех пор словосочетание «птичье молоко» стало означать что-то невероятное, прежде невиданное и даже невозможное. Вот таким необычным термином и было решено назвать столь популярную ныне сладость. Что же до самих конфет, то их впервые начали выпускать в Польше в 1936 году. Кстати говоря, рецепт тот же самый, что и у эфира, правда без добавления яиц. В 60-х годах прошлого столетия их начали производить в СССР, на фабрике Ротфронт, и они очень полюбились потребителям. Спустя еще десяток лет было принято решение создать торт по тому же самому рецепту, который имел одноименное название. Знатоки говорят, что в ту пору конфеты были гораздо вкуснее, нежели сейчас. Так это или нет, мы, увы, уже не узнаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!